Танцевать синхронно, когда не слышишь музыку, учиться живописи, когда не слушаются руки и, наконец, довериться и открыться этому миру, не прислушиваясь к диагнозу в медицинской карте. Проводниками в мир безграничных возможностей для таких детей стали педагоги-дефектологи. Сегодня они собрались вместе, чтобы обменяться опытом, поздравить лучших и, как говорят сами, перезагрузиться. Ведь работая с подопечными, они, как правило, не ждут быстрых результатов. Детей, которые нуждаются в помощи, в специализированной помощи, становится больше. Есть такие категории детей, которые отсроченный результат. И вот главное для педагога специального – это, конечно же, терпение и добиться этого результата своей качественной работой. И я всегда говорю, что главная миссия специального педагога – отдавать тепло своих сердец нуждающимся в помощи. Они учат детей и постоянно учатся сами. Краевой съезд специалистов дефектологической службы для 250 педагогов региона – как некая промежуточная аттестация. Каждый спешит поделиться своими наработками, успехами, эффективными методиками работы с детьми. Полувековой опыт накоплен и в старейшем учебном заведении Забайкалья – Черновской специальной коррекционной школе-интернат. Это своеобразная такая инклюзия, когда детки обучаются легкая степень, обучаются в классе, и ребенок сидит с тяжелыми множественными нарушениями, ребенок с РАС, ребенок с синдромом Дауна. И вот именно вот эти нозологические группы, когда они находятся все вместе, это дает большой результат развития этих детей и плодотворный результат обучения этих детей. Задача педагогов – не только увлечь воспитанников обязательной учебной программой, но и максимально полезно провести их досуг. В центрах дополнительного образования созданы сегодня все условия, чтобы адаптировать детей к взрослой самостоятельной жизни. Чтобы каждый, вне зависимости от диагноза, смог пригодиться, устроиться на работу и жить полноценно.